Краткая биография Александра Сергеевича Пушкина. Ранние годы. Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня 1799 года в Москве в семье нетитулованного дворянского рода. Прадедом поэта по матери был африканец Абрам Петрович Ганнибал, являвшийся воспитанником и слугой царя Петра I. В семье, кроме Александра, было еще несколько детей, сын Лев и дочь Ольга. С 1805 года по 1810 Пушкин проводил много времени, особенно летом, у своей бабушки в подмосковном селе Захарове. Именно бабушка наняла Арину Родионовну Яковлеву, няню, которую так любил юный Пушкин. Образование и начало творческого пути. В 1811 году Пушкин учился в Царско-сельском лицее. В биографии Пушкина важно выделить, что первые его стихи появляются в печати в 1814 году в журнале «Вестник Европы», где публикуется его стих к другу стихотворцу. В этот же период поэта принимают в литературное общество Арзамас. Вольтер и Эварист Пари были любимыми авторами юного Пушкина. На дальнейшее творчество молодого Пушкина огромное влияние оказали труды таких классиков русской литературы, как Батюшков, Жуковский, Фанвизин и Радищев. Пушкин оканчивает лицей в 1817 году и выпускается в коллежского секретаря 12 класса, после чего его определяют в коллегию иностранных дел. Творчество поэта. В 1819 году Пушкина принимают членом литературно-театрального сообщества «Зеленая лампа». В этот же год он активно работает над поэмой Руслана Людмила, которая выходит в 1820 году. В 1821 году Пушкин пишет поэму «Кавказский пленник», которая делает его одним из величайших литераторов среди современников. Через год начинается работа над Евгением Онегиным. В 1832 году поэт задумывается создать исторический роман о временах Пугачевщины, для чего изучает все доступные материалы. Многие из них засекречены на то время. Он объезжает многие места, где проходило восстание. После всех этих путешествий осенью 1833 года он пишет историю Пугачева и песни западных славян, а также поэмы «Анджела и медный всадник». Начинает работу над повестью «Пиковая дама». В это же время Пушкин начинает работу над романом «Дубровский», в котором главному герою приходится стать разбойником. Ссылки Пушкина. Политическая лирика Пушкина в период между 1817 и 1820 годами, когда были написаны такие произведения, как «Вольность к Чаадаеву и деревне», вызвали гнев Александра I. И Александр Сергеевич мог бы быть сослан в Сибирь. Только благодаря стараниям и влиянию Карамзина, Жуковского и Крылова ссылки в Сибирь удалось избежать. Так в мае 1820 года Пушкин под видом служебного перемещения был выслан на юг России. Во время южной ссылки Пушкин очень увлекается творчеством Байрона. В одном из своих писем Пушкин иронически отзывается о религии. Письмо перехватили и донесли Александру I. Результатом стало увольнение Пушкина со службы и его вторая ссылка в село Михайловское. Эта ссылка длилась с 1824 года по 1826. Личная жизнь поэта. В 1830 году Пушкин сватается к Наталье Гончаровой. А 18 февраля 1831 года Пушкин и Гончарова венчаются в Москве. Весной молодожены переезжают в Царское село, где снимают дачу. В 1836 году в семье было уже четыре ребенка. Последние годы жизни поэта. Важно заметить, что в биографии Александра Пушкина после повышения его в чин камеры Юнкера он принимает решение покинуть службу и подает в отставку. Положение поэта выглядит и вовсе бедственно, поскольку многие произведения Пушкина не допускаются к печати из-за цензуры, например, поэма «Медный всадник». В 1834 году Пушкин дописывает повесть «Пиковая дама», которую немедленно отсылает в журнал «Библиотека для чтения». За повесть он получает высокий гонорар, но решить финансовые вопросы так и не удается. В 1836 году Александр Сергеевич Пушкин решает издать журнал «Современник», однако популярностью у публики журнал не пользуется. В четвертом томе этого журнала был впервые напечатан иронический роман «Капитанская дочка». В 1837 году между Александром Сергеевичем Пушкиным и Жоржем Дантесом возникает конфликт. Пушкин вызывает Дантеса на дуэль, и в результате получает смертельное ранение в живот. Император Николай I, зная о тяжелом состоянии поэта, обещает обеспечить достатком семью и выплатить все долги. Впоследствии монарх выполняет все обещания. Поэт умирает 29 января 1837 года. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и не забывайте подписываться на канал.